Добрый вечер! У эфира новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программы «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениям. Глядите у выпуску. У Беларуси поширенный список коммунальных послуг, за которые не требует платить, когда вы покидаете постоянное место жихарства на термин свыж 10 идён. Кардоны, которые по якости немая аналога не только в Беларуси, а и в Украинах СНД, пошнут выпускать удобруши. Значность инвест-проекта для экономики Беларуси оценит эксперт. А так само паравнаем цены на Садовину и Городнину на рынках и у магазинах Гомеля. Об этом подробно в нашем сегодняшнем выпуске. У Беларуси поширенный список коммунальных послуг, за которые не требует платить, когда вы покидаете постоянное место жихарства на термин свыж 10 идён. Пиролик дополнен вертанием расходов на электроэнергию, которая тратится на работу лифта. Как не платить лишние гроши, требует документально подтвердить свою отсутность. Нагадаем, ранее при выезде на 10 и больше дён можно было не платить за вывоз твёрдых бытовых адыходов, за холодную гарачу воду, канализацию и газ. Что тычется оплаты за оттепление, то такие послабления не предугледжены. Вызвали ця доплаты за коммуналку могут тех, кто на огученный термин отправляется за мяжу на оздоровление, на лечение, проходить войсковую службу, специальные сборы, выезжая у сельские населенные пункты, у тымлику на дачу, на учебу, командировку и в некоторых инших выпадках. Об отъезде загаде треба поведомить у жилёво-коммунальную господарку. А по вертанне необходимо продоставить документы, которые подтверждают вашу отсутность. Причим папиры треба принести не позднее, чем простый день после приезда. До приклада, после вертания за мяжу треба продъявить билеты, пашпорт за знакой об пересечении мяжы, альбо документ за знакой об регистрации по месту жихарства в иншей краине. Кали Беларусь был на оздоровлении альбо санаторно-курортным лечением, то треба продоставить доветку с гэтой организацией. Кап подтвердить знаходження у медустанове, возьмите доветку о пройденном лечении. Дачникам – доветку у сельсовете, поселковым выканавчим комитете альбо кооперативе. Летость у экономику Гумерской в области поступила каля 20% ад агульно-республиканских инвестиций. Найбольш запотребованными з'являются замежные. Яны не обходны в якості крыльницы дефицитных инвестицийных ресурсов. А по-друге, замежные инвесторы частей за все з'являются уладальниками новых технологий и распрацовок, мают наладженые сувязи на рынках своих краин. А гэта – залог конкурента здольности в творчасті. Значимости инвестиций свидетельствует тот факт, что многими инвестиции рассматриваются как паровоз, который тянет экономику. Сначала нужно приобрести основные средства – транспорт, оборудование, машины, построить здания, сооружения, обучить персонал. И только потом можно организовать деятельность, ориентированную на получение экономического эффекта. Важность инвестиций еще связана с тем, что выгоды, которые вы можете получить, они гораздо большими будут, чем сами инвестиции при эффективном их вложении. Например, если вы будете инвестировать средства в предприятия пищевой промышленности, то это простимулирует спрос на сельскохозяйственную продукцию и будет способствовать развитию сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, это будет способствовать развитию товаропроводящей сети, предприятий торговли и логистики. В результате получим выгоду мы с вами, как потребители, приобретая более конкурентоспособную продукцию в тех объемах, которые нам необходимы. Поэтому важно вкладывать инвестиции в те проекты, которые являются эффективными. Но важным еще, бесспорно, является инвестор в этом процессе. И для инвестора, несомненно, главным критерием принятия решений является эффективность вложений. Поэтому задача любой экономики, в том числе экономики любого региона, состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, но еще более важно создать условия для их эффективного использования. У студии Марина Северьянова у протяг темы. 2000 тонн в год по планах выйдут уже в 2016-м. Кредиты по мере каля 350 миллионов долларов выделены на 13 годов, а окупность проекта в складе каля 10-ти. Дорога частка будущих работников уже отправилась и в Китай, как учиться працовать на аналогичном обсталявании. У Поднебесной Побудавана уже пять таких вытворчеств. Первая партия белорусских специалистов, которые будут работать на этой фабрике, полетела в Китай на обучение. Здесь, конечно, будут работать впоследствии белорусские специалисты. Еще особенность фабрики в том, что очень высокая степень автоматизации в течение трех лет будет обеспечиваться гарантия и, конечно, будут присматриваться фабрики и обучаясь белорусских специалистов. Это момент, когда они сами смогут ее управлять. Амаль 1700 китайских специалистов, свыше 300 тысяч квадратных метров площадь и огульные затраты на сумму свыше полмиллиарда долларов. Так будуются комбинат мелованного и немелованного кордона у Добруши. Обсталявания с Поднебесной Франции. По словах керавництва вытворчасти, самой выдатной якости и высокой ступени автоматизации. Тым часом подрыхтовка основного цеха близится до завершения. Дарыш, вытворчасть у Добруши новой продукции не только один из двух наибунейших инвестпроектов, которые реализуют ее не за делом китайского капитала. Это не оценный уклад у сперу импорта замешения. Проект по созданию нового завода по производству мелованного и немелованного картона имеет большое значение не только для Гомельской области, но и для Республики Беларусь. В первую очередь это позволит заместить импортное сырье. Это предприятие будет производить тот картон, который до этого не производился в Республике Беларусь. Поэтому в первую очередь это программа импортозамещения. Безусловно, качество, с которым будет выпускаться новый вид продукции, позволит не только заместить импортные аналоги в основном российским, но и будет, учитывая его более низкая затратность, мы рассчитываем и на экспортные поставки. А кроме того, на этот год президент поставил задачу створить еще 5000 новых працонных мест. С запуском вытворжести мелованного и немелованного картона в Добруше открыться некольки сотни вакансий. Ввод данного завода позволит обеспечить минимум 620 человек новыми рабочими местами, притом высокопроизводительными. В соответствии с бизнес-планом выработка на одного работника будет более 60 тысяч долларов в год, что соответствует нормам и среднеевропейскому уровню производства. Помимо того, мы существенно рассчитываем и на производительность, и на добавленную стоимость, и по расчетам специалистов более 60 миллионов долларов в год, это даст прирост добавленной стоимости, которая будет формироваться у нас на территории. За два тыдня, на протягу яких мы не были на Гомельском центральном рынку, садовина Городнина поспела потонеть. А так само заявились и летние новинки. Так, клубницы можно купить по 50 тысяч за килограмм, а ли есть и по 70. У кроме Росинка яхать по кольняма. Зато и у продажи заявилась чарешня, амаль по полторы сотни за килограмм. На рынку яна подтонела до 80-100 тысяч. Заявились и нектарыны, по амале однольковой цене. Каля 55 тысяч на рынку и у кроме. Персики и абрикосы есть только на центральном. Каштуют 50 и 60 тысяч отповедно. Огурки тут можно набыть по 8, у кроме по 11. Кабачки на рынку от 20, баклажаны от 45 тысяч. Помидоры от 27, у краме от 32. Цены на геты и иншие продукты у наступной таблицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok